Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Великолепный метод рисовать графики, что все нормально, при этом заметно ухудшая условия в самых разных социальных сферах – это давняя традиция Евросоюза. Теперь в счастливой Финляндии люди не могут поверить в свое счастье и требуют от власти прислушаться к их мнению. Как только эта страна лишилась доступа к недорогим российским ресурсам, предприятия вдруг повсеместно стали снижать объемы работы и закрываться, а это в свою очередь вызвало волну сокращений по всей Финляндии. Вместо того, чтобы сохранять нейтралитет, там вдруг решили встроиться в систему давления и результат не заставил себя долго ждать. Финские профсоюзы выводят рабочих, массового сокращения и ухудшения условий труда, они требуют от власти сделать все, чтобы сохранить прежний уровень достатка, но это уже нереально. Руководители трудовых коллективов в промышленности, транспортной и строительной сфере, структуры ресторанов и отелей, учителя и даже работники культуры не могут понять, на каком основании в стране происходит сокращение и требуют от правительства остановить реформы, которые ухудшают жизнь сотен тысяч финнов. Мало того, там заметно упрощается процедура увольнения и усложняется система выписки больничных листов. Какие же они счастливы, если фили-курицы там стоят 1500 рублей за килограмм и слишком маленькие зарплаты. Без российских туристов профильная отрасль переживает сложнейшее время. Из Европы никто не едет на север, чтобы отдыхать в лесу и париться в бане, поэтому владельцы отелей и кафе остались без заказов и не могут оплачивать непомерно возросшую аренду. В телерадиовещательной кампании Эле говорят, что это будут длиться по всей Финляндии и организаторам вывода людей на улицу выступает Центральное объединение профсоюзов. Конечно, два года назад никто бы там не поверил, что в результате вдруг возникшей продовольственной инфляции и остановки предприятия они будут требовать нечто подобное. Но что поделать, это теперь новая европейская реальность. Когда кто-то из комментаторов говорит о том, как там у них все замечательно, становится даже смешно от таких фантазий. А вот финские рабочие почему-то так не думают. Что-то мне подсказывает, что их просто проигнорируют, ведь в Европе не принято думать о людях. Ну что, пошла жара, а ведь это только начало. Я не понимаю, зачем придумали называть Финляндию самой счастливой, если там до сих пор большинство частного сектора используют печное отопление. Кроме как включение в список счастливых, экономических достижений даже на горизонте не проглядывается. Наверное, это сделали, чтобы хоть как-то поддержать и приободрить эту Северную Республику, которые смогли обеспечить всего 3% газификации. Да вот только студенты там не считают себя счастливыми. Просто в государственной казне там настолько мало денег, что решено экономить даже на учащихся университетах, и они взвыли от такого решения. А ведь цены там довольно высокие, это же не российские магазины. Видимо, у них все сбережения ушли на строительство Великой Рабицы на границе с Россией. Или танцующая Сана Марин потратила на вечеринку все деньги финского бюджета, но на выплату пособий студентам денег в казне перестало хватать. Утверждение Веры Кискеля о том, что стремление сократить выплаты стало последней каплей, наглядно демонстрирует ситуацию в финской экономике, им даже на базовые элементы не хватает финансирования. Я сомневаюсь, что организаторам вывода на улицу студентов получится добиться уступок, ведь деньги брать неоткуда, Европа не кормит кого попало. Отсутствие российского газа, древесины, угля и нефти – это колоссальные сдержки для финской экономики. Часть производственного потенциала у них остановлена и вдруг появились неожиданные проблемы, поэтому в таких условиях снабжать студентов деньгами становится недопустимой роскошью. На Кипре требуют от России не присваивать МАКФу и все, что нажито непосильным трудом. Российские владельцы компаний раньше считали своим долгом вывозить сырье за рубеж по заниженной стоимости, именно для этого их назначили на должность миллиардеров. Помимо ресурсной составляющей выгодно снимать денежные сливки с отрасли переработки. История входящего в мировую пятерку производителя макарон МАКФа будет весьма поучительной для офшорных хозяев. Раньше им доставалась основная финансовая прибыль, а теперь деньги нагло будут идти мимо их загребущих рук прямиком в российскую экономику. Расширение перерабатывающей инфраструктуры в России напрямую противоречит экономическим интересам европейских компаний и всячески блокировалось через советы директоров крупных концернов. МАКФа была примером контроля со стороны Кипра и Нидерландов и есть ли гарантия, что они думали не только о себе? Все бы ничего, да вот только по делу там проходит бывший губернатор Челябинской области Юревич, а также бывший депутат Вадим Белоусов. По версии Генпрокуратуры они использовали свои должности для обогащения и рассчитывали на срок давности по экономическим делам. Теперь такой срок отсутствует, это причина восстановления дела. Иностранным организациям нужно было придумать рычаги, чтобы постоянно влиять на российские фирмы и заставлять их выполнять любые требования. И эти рычаги были найдены, регистрация в офшорах на Кипре или Британских островах давала возможность уходить от налогов и управлять владельцами через финансовые схемы словно по щелчку пальцев. В настоящее время у Маквы заблокированы все счета. Сведения в реестре и право собственности не могут быть изменены по решению Челябинского суда. По делу проходит 34 юридических лица, там много компаний. Не удивлюсь, если выяснится, что существенная доля полученной прибыли выводилась за границу. Кипрская сула Гранти и ЛТД не заинтересована в том, чтобы Маква ушла из-под ее управления и, естественно, они требуют не конфисковывать активы. Целые топло адвокатов пытаются сохранить право владения концерном за иностранцами и бывшими чиновниками, которые давно не живут в России. Арестованы активы и акции компании СМАК, Долговская, Первый хлебокомбинат, Новая пятилетка, Маква, Челябинскоблгаз и многие другие. Управлять из-за рубежа главным российским производителем макарон стало невозможно. А что же случилось? Кто говорил, что из РФ можно легко выводить деньги? Вот спросите у владельцев Маквы, кому теперь достанется все их добро, государству. Важно, конфисковывать активы будут даже у родственников, хотя адвокаты требуют не делать этого. Дело закручивается серьезно и будет интересно обсудить результат. На Кипре могут сколько угодно требовать вернуть им активы, но если посмотреть на прежние такие случаи, то им постоянно в России показывают место, где пришивается рукав у пиджака. Почему же никто не хочет кормить финансами кипрскую и европейскую экономику, как это было раньше? Если бы все деньги работали на российскую экономику и компания не была платформой для вывода денег за рубеж, то, думаю, не возникло бы необходимости проводить комплекс соответствующих мероприятий. В России ряд компаний перестали направлять все силы для того, чтобы снабжать Европу и другие страны важными товарами. Лично для меня очевидно, что новая экономическая концепция оставляет стороне наивности и ставит прагматизм во главе угла. Намерение всем понравиться за бочку нефти безвозвратно осталось в прошлом. Такая модель показала свою вторичность и неэффективность, но была необходима для переходного периода. Постоянное стремление присвоить российские коммерческие грузы дополнилось намеренным созданием трудностей с банковскими транзакциями. Канада тоже присоединилась к этой линии и теперь получает первые неутешительные результаты. Торговля между нашими странами сведена к нулю, а значит, они больше не могут выкачивать наши ресурсы. Хотя это далеко не самые главные последствия. Нужно признать, что товароборот всего 2 миллиарда долларов в денежном выражении – это не самый большой профит. Понятное дело, что им от нас нужны были одни лишь ископаемые. Канадским компаниям принадлежали серьезные активы в нашей металлургии, в том числе в золотодобывающей отрасли и в других сферах экономики. Лишившись всего одного завода автокомпонентов «Магна» в России, канадцы списали почти 40 миллиардов рублей убытка. Представляете, сколько еще такого будет? Посмотрев на экспортный список, можно увидеть привычные группы товаров – металлы, полуфабрикаты для химического производства, нефть, удобрения. Очевидно, что для России продавать сырье в другие страны гораздо проще, чем Канаде найти недорогие товары на стороне, чтобы заменить наши объемы. Но самое главное – они потеряли российский рынок, а это не менее важно. Я бы не стал называть торговлю между нашими странами архиважной, она составляет всего 0,1% в общем зачете. В любом случае мы находимся однозначно в более выгодной ситуации. К тому же раньше наше сырье попадало в Канаду почти бесплатно из-за обязательств, взятых на себя некоторыми российскими владельцами, чтобы у них кораблик и ветхий сарай в Лондоне не конфисковали. Теперь эта схема больше не работает. Что Канада покупает в России? Химическая продукция – 45%. Металлы – 24%. Нефть – минеральные продукты – 13%. Древесина – 10%. Продовольствие – 5%. Россия в ответ на санкции просто перекрыла поставки в Канаду, никто не хочет, чтобы у него отобрали грузовое судно вместе с содержимым.